Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не удивлюсь, если в итоге они с косолапым нахуярились, а потом была драка А потом они снова нахуярились Честно говоря, я не понимаю, как такое могло случиться По-моему, медведь из сказки «Вершки и корешки» догадался, что мужик его всё это время жёстко наёбывал Ну и теперь-то он его точно заломает Но больше всего меня здесь поражает похуизм мужика, который всё это снимает Ну всё, пиздец, мужик Достанет сейчас Дядь, ты хотя бы не так ярко своё безразличие показывал Для вида мог хотя бы так сделать О боже, медведь сейчас сожрёт мужика Пожалуйста, кто-нибудь позовите на помощь А чё, сам ты не поможешь? Так это, я ж снимаю Ну в мужике живёт режиссёр, и он решил закончить видео хэппи-эндом Старинная техника Зайчик и старинная техника Что может быть лучше? И сразу становится похуй, что в этот момент за кадром медведь жёстко хавает чувака А вообще, это очень крутой приём для кино Нахера париться и придумывать, как бы так вывернуть сюжет фильма, чтобы всё в конце хорошо было Просто показываем кровавое месиво, все герои мертвы, а потом хуяк мужик на катере с тёлкой уплывает в закат Ну всё, мне пора Зацените короткое крутое видео Неплохо Ну не так быстро, как тот чувак, который поставил мне запаску на Горьковском шоссе в районе города Петушки Если бы его взяли работать в формулу, он бы в одиночку быстрее, чем вся эта команда машину обслуживала Было бы круто, если бы были такие скоростные шиномонтажи Тогда бы весной и осенью никаких бы очередей не было Слушай, ребят, подождите немного, я сгоняю тачку переобую Всё, а ещё было бы нюштяк, если бы сервисы так работали А, итак, полное ТО, покраска переднего и заднего бампера, химчистка салона и полировка кузова И когда всё будет готово? Через 8 секунд Я думаю, такие же шустрые ребята есть где-нибудь в Лакинске И более того, там даже останавливаться не надо Чуть скорость сбавил, они всё на ходу сделают Правда, колёса будут заменены кирпичами И если оставить машину без присмотра больше, чем на минуту, кирпичей тоже не будет Всем же нужна пристройка к дому на даче С детства мечтал о вертолёте на радиоуправлении КОНЕЦ Как эта хуета вообще возможна? Что это за пиздец? Я так понимаю, это какие-то соревнования Не спорю, это очень зрелищно Я даже раньше и представить не мог, что такой вертолёт может выполнять такие манёвры Знаете, мой первый опыт управления подобным аппаратом примерно так же выглядел Только все эти манёвры случайно получились Ну и вертолёт в итоге разбился А ещё я понял такую тему На эти соревнования нельзя ходить людям с плохим вестибулярным аппаратом Вот так резко и хаотично перемещается в пространстве Что создаётся ощущение, что он вот-вот переместится во времени Ну или в него демон вселился Трахни меня, трахни! Трахни! Иди сюда, красавчик, я тебя отсосу! А вообще я прям очень ждал момента, когда вертолёт влетит в толпу Вот это следующее видео не даёт мне спокойно жить уже долгое время Дело в том, что там есть одна очень эпичная фраза Не хавай Не хавай Эта фраза засела глубоко в мой мозг Её реал оттуда ещё очень долго не выгнать Прям просто хочется пойти в ресторан и каждому посетителю говорить Не хавай Да и вообще всё видео очень весёлое Слегка упоротое, но в этом фишка Слышь? Ты хаваешь? Хорош, бля, оставь, ты чё, дурак, бля Оставь, не ешь ты, дупой, реально Я тебе реально говорю Оставь Чё, мудак? Бля, ребят, мне кажется, чувак с камерой немного обдолбан Совсем чуть-чуть Меня прикалывает, как другой пацан его игнорит и продолжает хавать Не, ну с другой стороны Если парня с камерой настолько не устраивает то, что его друг хавает Почему он не станет и не заберёт у него еду? Оставь, баран, пельмени Чё, мудак, реально, бля Чё, ебанутый, ты чё хаваешь, нахуй? А, да он же упоротый Вот эта фраза тоже очень хороша Ты чё хаваешь, нахуй? Этот вопрос можно на постоянке своим друзьям задавать Ха, ты чё хаваешь, нахуй? Шоколадку Бля, не хавай Ну и напоследок, вот этот момент очень охуенен Оставь, хватит хаву Куда? Ну расслабился человек так, что рот говорить не хочет, с кем не бывает И вообще, мужика на дереве можно было гораздо проще от медведя спасти Достаточно было сказать Не хавай Вы все недели думали, что ж показывали вот эти ребята В общем, мне понравились вот эти варианты Самый крутой, конечно же, вот этот Прям вообще крутой А правильного ответа нет, потому что ребята, наверное, забыли про него Но, в общем, посмотрите, что они тупо в конце сказали И всё, вот, смотрите Мы снимаем видео для тебя А ещё мне нужны твои одежды и мотоциклы А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак Привет всем Привет, Максим Угадайте, что я показываю? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютюбе или вот на этом мылото, что вы сами хотели бы показать, чтобы это попало в интерактив Вот А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбо выходят эксклюзивные эпизоды плюс сто пятьсот Ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео, если можете разглядывать свой мозг Это был плюс сто пятьсот, меня зовут Максим, пока Всем привет, с вами Ник, это очередной выпуск «Карталов Футбол» Санчес там сделал дубль в матче с говносуной 7-0 в полуфинале Лиги Чемпионов Есть гага Есть долгий путь к ней